Добрая традиция для педагогов нашего района давно уже стала в преддверии Дня Знаний собираться на августовскую конференцию. На этом важном мероприятии подводятся итоги работы в минувшем году и обозначаются задачи, которые нужно будет решить в предстоящем учебном. В работе конференции приняли участие все, кто так или иначе связан с отраслью. Представители школ, дошкольных организаций и учреждений дополнительного образования, а также среднего и высшего профессионального образования, депутаты района, сотрудники социальных служб, родители и общественники. После просмотра фильма «Образование, устремленное в будущее», посвященного работе отрасли образования района в прошедшем году, с приветственным словом к участникам конференции обратился глава Славянского района. Он подчеркнул важнейшее значение отрасли, где в 92 образовательных учреждениях работает свыше полутора тысяч сотрудников и обучается более 20 тысяч человек. Постоянно улучшается материально-техническая база отрасли во многом благодаря активному участию в краевых программах. За последние 6 лет мы построили два новых детских сада, участие в порядке 400 миллионов рублей. Мы отремонтировали 27 школьных спортзалов на большую сумму, порядка 60 миллионов рублей. Нам остается отремонтировать буквально 4 спортзала, практически все школы, все спортивные залы будут капитально отремонтированы. Глава Славянского района считает, что обеспечение безопасности учреждений образования является приоритетом. Прямая обязанность власти организовать безопасность наших учреждений. На сегодняшний день хочу вам доложить, что с 1 сентября все наши школы будут охраняться нашими казахами. Мы решаем вопрос пожарной безопасности. Безопасности при период воска на сегодняшний день, в этом году мы преодолели 8 новых школных автобусов. С обстоятельным докладом по теме развития системы образования выступил заместитель главы района по социальным вопросам Виталий Титаренко. Основные задачи на ближайшее будущее – внедрение инноваций, повышение качества образования и, конечно, решение кадровых вопросов. Нужно укреплять преемственность, передавать опыт молодым специалистам от заслуженных педагогов. Вот кому не занимать педагогического опыта – это депутату Законодательного собрания Кубани Виктору Чернявскому. Власть создает условия. Содержание и качество – это приоритет педагогов. И поэтому, как бы мы здесь цифры не переставляли, если 51-я школа из года в год и качество на ЕГЭ, и качество на Литриадах, то значит там центр образования у нас сегодня. И надо ехать туда и искать то зерно, почему у них получается другое. После обсуждения докладов были вручены благодарственные письма главы района, руководителям и коллективам школ, которые провели лучшую подготовку к новому учебному году. Первый лицей был отмечен за отличную работу. Каждый новый учебный год – это все равно движение вперед. Потому что на сегодняшний день и то внимание, которое уделяется нашим государствам в школе, это по сути сегодняшняя школа – это будущее нашей страны завтра. И когда мы говорим о прорывах в экономике, то прежде всего эти прорывы в экономике не связаны прежде всего со школой. Они связаны с теми новыми задачами, которые стоят перед образованием. Также были поощрены лучшие педагоги района за свой добросовестный труд, который достоин самых высоких слов. Светлана Скрипникова воспитала 100-бальницу по истории и не намерена останавливаться на достигнутом. Я очень рада такому результату моей ученицы, царевой Екатерины, которая в этом году получила 100 баллов на ЕГЭ по истории. У меня новые ученики 10-11 класса, я тоже думаю, что они у меня высокие баллы займут на сдаче итоговой тестации по истории и по обществу знания. Задачи нужно будет решать самые серьезные, но педагогам это по плечу. Подводя итоги конференции, глава Славянского района поблагодарил работников образования за самоотверженный труд. Пожелал учителям и их воспитанникам здоровья и новых успехов. Андрей Вишневский, Георгий Калинин, Константин Монастыренко. Программа «События».